Ждем пупса-пупса-пупса, ждем пупса-пупса-пупса, Леонора уже как-то просчиталась и встала как-то не так, как положено, в стенке застряла, из-за своей беременности, наверное, уже совсем с ума сошла, пузо такое огромное, как она вообще спит с таким пузом, как она вообще за садом вчера ухаживала в прошлой серии, просто героиня маленькая. Ну ладно, мы продолжаем, ребятушки, играть в Sims 4, это уже 23 серия, мы ждем пупса-пупса-пупса, да, он должен родиться по-любому сегодня в этой серии, у нас есть мудлет, да боже мой, почему он убирается, мудлет, который называется беременность в третий триместр, персонаж скоро будет рожать, пора уже, рождение ребенка через вопросики, то есть неожиданно будет рождаться, конечно же, ждем пупса. А еще кое-что я хочу сделать, ребята, по вашей просьбе, по вашему совету, и в принципе деньги у нас на это уже имеются, хочу продать вот этот дурацкий бак, вот эту корзинку, не очень красиво, и купить мусорный бак надо бак. Он, конечно, стоит недешево, но у него есть некоторые особенности, которые мне очень даже понравились. Так, что, неужели прихоть выполнит 100 прихотей любых персонажей? Вау, мы достижения получили, я, кстати, заметила, что, заметила только сейчас, спустя 23 серии, да нет, конечно, я уже сначала заметила, что у нас есть достижения, и когда мы будем играть в игру, это просто обычное достижение для вас, как бы, да, давайте мы посмотрим мастерство персонажа, я открыла здесь какое-нибудь достижение, вот, 10 баллов, в принципе, да, у меня 85 баллов всего лишь, что-то как-то немного, надо достижения зарабатывать. Итак, сейчас я вам покажу одну магическую вещь, одно просто волшебство. Ууу, мы выкинули тарелку и получили за это 30 миллионов, ребят, Джошу идет, моется в душе, он уже моется и пойдет спать, ему завтра надо будет в школу, надо, кстати, продать эту картину, мы это сделаем завтра, когда Элеонорочка проснется. Завтра Элеонора будет заниматься своим деревом бонсай, или как он там называется, я уже забыла, и садом. Ей надо исполнять желание, точнее, не желание, а жизненную цель. Я планирую, блин, уделять больше внимания на эти жизненные цели, потому что что-то как-то я особо это не делаю, еще не привыкла к игре спустя столько месяцев, ну, 2 месяца прошло с выхода игры, вот, и надо как-то больше уделять внимание, вот этим жизненным целям. Мартину, конечно, подольше владеть домом стоимостью 50 миллионов, это, конечно, очень сложно, но вот стать владельцем 15 предметов искусства, в принципе, возможно. Подождите, а это уже считается, что это... Слушайте, а если мы повесим вот эту картину... Нет, что-то не сработало, наверное, надо покупать. Не сработало, жаль. Ну что, ребята, давайте перемотаем, дождемся, пока наши Симы встанут, но, наверное, нам не придется долго ждать, потому что дедушка уже скоро готов будет встать, ему надо будет... А у нас есть что-нибудь из еды? Ух ты, у нас тут богатая белком пища. Классная еда. Они, кстати, я заметила, что когда едят эту пищу, они быстрее восстанавливают свое... Своё питание, и наша Леонорочка хочет пописать. Давай, вставай, зайенька, и беги в туалет, пожалуйста. Ты почему у нас опять легла в кроватку? Хотя у тебя не было действия лечь в кроватку. Ладно, не обращайте на это внимания. Боже мой, она сейчас описывается. Давай быстренько вниз спускайся. Ой, да что у нее происходит с ногами? Что это у нее? Тень такая, что ли? Ой, блин, ну ты не успела, что такое? Да вот чего не дойти? Вот взрослый человек, боже мой. Да что ты примешь? Я надеюсь, смущение, конфуз. Вы слишком долго терпели, и с вами случился конфуз. Какая неловкая ситуация. Да блин, ты в туалете была, ничего страшного. Ты даже в общественном месте не была. Ты даже в комнате деда не была. И даже в кровать не описывалась. Ничего страшного, она капель пописала чуть-чуть. Ничего, нормально. Тебе простительно, у тебя пузико. Ты скоро рожать будешь. Так, она сейчас вымоется, и я думаю, ей уже, наверное, не стоит ложиться спать. Может быть, она что-нибудь приготовит? Давайте мы что-нибудь поготовим вкусненькое. Например, не буду долго думать. Оладушки давайте приготовим. Оладушки, прямо так сказала, по-русски. Оладушки давайте. Все, перематываем. Дедушка уже проснулся и тоже пошел кушать богатую белком пищу. Тебе в самый раз надо. В самый раз. Ты прям такой полненький. У нас такой классненький. Я просто не могу. Я, наверное, не буду заставлять его ходить. Он такой миленький, когда полный. Тем более, у него будут проблемы, если он будет заниматься спортом. И я этого совершенно не хочу. У нас есть что-нибудь в багажах? Так, это какие-то части для ремонта, для улучшения. Кстати, он может поулучшать нашу аппаратуру в доме. Душ, туалет, чтобы не ломались. Так, а надолго будет мыться в душе? Я думаю, ей достаточно уже. Все, ты уже пополнила свою гигиену. Ой, боже мой. Я надеюсь... Я вообще не знаю, двойня или не двойня. Мне лично все равно. Но если будет двойня, то это будет сложно. У нас и так три персонажа в семье. Кстати, дедушка уже середину прожил. И он может скоро умереть. Блинский, я не знаю, успеет ли он дожить до свадьбы Элеоноры. Но, по крайней мере, увидеть своих вторых внуков. Это будет просто замечательно. Вообще, я планирую... Ну, скажу вам по секрету. Я планирую, если родится еще один ребенок... Один ребенок, не два. То я планирую еще одного завести в будущем потом. Ну, что там? Готовь, моя зайка. Боже. А знаете, почему у нее пузо такое большое? Я поняла это. Боже мой, Элеонора, как тебе не стыдно. Потом еще будешь подавать эту пищу своему сыну. Какое-то у нее настроение плохое, да. Смущение. Очень сильное смущение. Ну, ничего. Три часа, и все пройдет. Так, он тоже пошел. Сейчас чуть ли не писаться. На пол. Так, ему надо будет после того, как он подписывает, желательно с кем-то пообщаться. Может быть, давайте он... Хотя он дедушка как-то. Ну, ладно. Он у нас умный дедушка. Он может общаться в интернете. Поболтаем с кем-нибудь. Надеюсь, будет подниматься общение тем самым образом. С Элеоноркой пока общаться не собираемся, потому что мы немножечко еще отходим от того, что она заявила нам такую новость недавно. Ой, господи, все. Элеонора кушает. Джошуа у нас должен скоро будет встать, потому что опять-таки надо бежать ему в туалет. И я думаю, он, в принципе, выспался. Ну, пускай спит до самого... До самой крайности, пока сам не побежит в туалет. Я его не буду заставлять. Возбуждение у нашего дедушки. Может быть, он немножко поделает зарядочку? Давай ты поделаешь физкультуру и качать пресс. Сейчас немножечко, не думаю, что у него после этого будет какое-то плохое состояние. Элеонорочка, почему ты встал? Иди покушай. Точнее, сядь и кушай нормально. Грустная, несчастная Элеонора. Так, когда ты покушаешь, ты, наверное, займешься, может быть, немножко с дедушкой пообщаешься. Ага, жаловаться на счета. У нас, кстати, скоро свет должны отключить. Мы посмотрим на это чудо. Что же будет? Может, какие-то будут мудлеты у симов? Классные. А давайте мы... Даже не знаю. Давайте он потрогает ее живот. Будет здорово. Хватит кушать уже, честно. Когда они долго кушают... Тарелочку не мой, пожалуйста. Нет, я сказала, не мой. Я все выброшу. За это деньги получу. Пообщайся с дедушкой. У него тоже пузо такое же, как у тебя. Так что вы почти что близняшки. Да, подрогай, мое пузико. Он еще более мягким станет. Еще более хорошеньким станет. Поднятый стрень, давайте... О, фу. Блин, ненавижу. Блинский. Зачем пердеять перед... Пузоем. Перед Леонорой нашей. Вообще, какой не стыдно ему. Жуткое неудобство. Опять же... То есть, все-таки у него проблема, да, с этим. Ну ладно, ничего страшного. Наверное, из-за своего неудобства он не сможет сейчас ничего делать. Блинский, зачем я только сделала эту зарядку. В принципе, это полезно нашим... Даже старичкам. Сколько у него будет? Это три часа, да? Натружена спина. Матрас отвратительный. Так, чем же заняться нашему дедушке? Плюс семьдесят три. Да, мы продали картину. Дедушка, я не знаю, что ты будешь делать, правда. Может, ты улучшать что-нибудь будешь. Опять-таки, он не может это делать, а рыбачить. Слушайте, наш дед, что ли, ничего не может делать? Ну, пойдет спать тогда. Ну, тупость какая-то. Так, Леонорочка делает красивую форму у своего цветочка домашнего. Умница. Джошуа, наверное, должен уже встать и побежать в туалет быстренько и покушать оладушки, которые приготовила его мамочка. Так, быстренько, я думаю, перематываем. Сейчас особо тут не на чего смотреть. Так, ты куда побежал? Ты что это вообще? Что это за... Что это за... Что это? Реально, побежал, такая удивилась. Ааа, мой сынусик на горшке. Как будто бы она его в детстве не видела на горшке, но правда. Ну, в принципе, да, личное пространство. Все равно я не считаю это прям таким удивлением. И, наверное, у него смущение. Зачем она побежала? Специально, как будто бы, побежала, чтобы удивиться. Так, он пошел кушать, и я думаю, ему одновременно стоит смотреть какую-нибудь комедию подростковую. Так, а наша Элеонора уже хочет спать. Может, все-таки ее отправить поспать. Блин, я только и делаю, что нужды повышаю. Правда. Ну, беременна, это понятно, потому что все-таки нужды быстрее понижаются. А знаете, что насчет кроватки я решила? Я решила ее все-таки не покупать. Мне писали, что можно не покупать кроватку, если ты пойдешь рожать в больнице. И она появится автоматически. Единственная проблема в том, что я не хочу, чтобы она шла в больницу, потому что, по-моему, как мне кажется, мне так писали, что отец вместе с мамой идут вместе туда. И я бы не хотела, чтобы наш Дэн... Я даже не знаю, мы попробуем все-таки. Может быть, Дэн у нас сейчас, ну, как бы не муж, он не живет в нашей семье. Может быть, он все-таки с нами не пойдет, типа, в больницу. Я вот даже не знаю. Лучше рисковать не буду, все-таки история у меня другая, поэтому давайте я попробую рожать дома. Мне еще писали такой вариант, что если ты будешь... Ну, то есть, без кроватки рожать дома гораздо дольше. Если сделать кроватку, то можно быстрее родить. Так что мы будем долго рожать. Если это будет слишком долго, то мне придется все-таки отправить ее в больницу или же купить кроватку. Но я не хочу все-таки, чтобы она встречалась со своим Дэном. Так, наш мальчик вроде бы уже скоро покушает и посмотрит нормально телевизор. Ему надо будет отправиться в школу. Вообще, я хотела, чтобы он после школы вернулся и слушал 4 часа музыку, чтобы исполнить его первый этап жизненной цели. Так, отправляйся в школу. Удачной тебе учебы. Наш дедушка вроде бы уже успокоился после своей зарядки. Вообще, зарядка никакая была. Я не знаю, почему у него такая проблема. Давайте мы займемся столярничеством. Будем зарабатывать на этом деньги. И думаю, нам стоит перематывать, ждать, когда будет рожаться ребеночек. И, наверное, он родится где-то вечером. Опять это смущение. А, это после того, как она увидела своего сына на горшке. Так, ну все, в принципе... О-о-о! О-о-о! У нас свет отключили! Энергетическая компания. Алан Граба отключил электричество в вашем доме. Поплатите счета, чтобы включить его. Ну, мы, смотрите, мы можем столярничать, в принципе, даже без света. Так, добавляй еще, делай что-нибудь интересное. Так, деньги в туалете. На переменке Джошуа замечает, лежащие на раковине... А, замечает деньги, лежащие на раковине в туалете. А спрячет ли он их в своем шкафчике или тут же отдаст директору школы? Спрячем. Зачем отдавать? Спрячем. Ух ты, мы 20 миллионов получили. Какие большие деньги. Кто говорит, что вообще образовательная подготовка не окупается? В конце каждого дня Джошуа возвращается домой из школы немножко умнее и немножко богаче. Класс. Мы получили 20 миллионов. Молодец, первые деньги Джошуа. Да нет, он... Ой, вы посмотрите, какое милое деревце. Интересно, оно будет обрастать? Наверное, да, нам придется каждый раз... Каждый раз, когда оно будет обрастать, каждый раз его стричь и получать садоводство. Какая работа. Какая нафиг работа. Слушайте, я не пойду ни на какую работу. Все, мне плевать, что мы понижаемся. Я не пойду ни на какую работу. Мы рожать должны. Нет. Что-то я совсем сбилась с расписания. Я думала, что сегодня опять-таки на работу не нужно было идти. Или это вчера... Вчера... Рожает! 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 Посмотрите-ка, наш Эленор сейчас будет рожать и... Дед, ты поможешь? Зайди в комнату. Они будут кричать так же, как в Сим-3? Давай, заходи быстро в комнату и кричи. Ты будешь жрать? Ой. Обняться решила. Все, я пошла в туалет, как ни в чем не бывало. В принципе, да. Схватки-то бывают через раз. Они же не всегда орут. Пора. Три часа. То есть через три часа она родит. Неудовольствие С40. Жуткое неудовольство. Ну ничего, потерпим. Потерпим. Три часа потерпим. Давай, садись на диванчик и рожай. Какую работу, блин? Ну что за дебилизм на работу? Когда схватки уже начали. Это просто тупость полная. Конечно же. Так, он решил почитать книжку. Иди, пожалуйста, вниз. И следи за Ленора. И вообще у нас темно тут. У нас, кстати, телевизор не работает. Потому что свет отключили. У нас не работает компьютер. И все легко. А холодильник работает? Холодильник вроде работает. Странно. У нас когда всегда свет отключат, у нас всегда холодильник отключается. Куда пошла? Поесть пошла. Ну, молодец. Даже не обращаешь внимания на то, что ты рожаешь. В принципе, самое плохое, то, что у него просто плохое настроение. Ничего такого не случается прям глобально. Странно. Вообще даже не похоже, что он рожает. Даже не кричит, как в Sims 3. Они так мило кричали. Так, досуг и общение. Давай ты немножко пообщайся с Ленорой. Как-то ее спросить, на каком сроке? Хороший вопрос. Да я уже рожаю, милок. Не видишь, что ли? Мы просто грустные. Давайте невероятную историю расскажем. Немножко пообщаемся. В принципе, уже можно. Мы уже немножко успокоились после того, что она нам сказала. Так, теперь попросить потрогать живот. Сейчас мы как надавим на живот, чтобы вылезло побыстрее. Наше чудо маленькое. Судить интересы. Хвастаться мускулами. Неужели у него мускулы прям такие суперские? Так, и давайте мы немножечко посмешим нашу доченьку и приматываем. Сколько у нее осталось уже? Два часа. На работу нужно, на работу. Бред полный, просто бред. Так, Джошуа, давай ты познакомишься с кем-нибудь. Девочка какой-нибудь, может быть. Так, нам надо повышать досуг, а не ка... Потому что цвета не отключили. Отключили свет. Давайте мы уже заплатим за эти счета, дурацкие, правда. Потому что все-таки свет нужен. Он особенно. Так, сколько осталось? 58 минут, хорошо. Заканчивай общаться, пожалуйста. Иди оплачивай свет. А мы ждем, пока наша Леонорочка родит. И мы узнаем, кто же родится. Мальчик или девочка? Мальчик или девочка? Я бы хотела девочку, но мальчик тоже было бы очень хорошо. 41 минута. Так, ну что? Он может спокойно пойти посмотреть телек, хотя телевизор у него бывает скука. Мудлет такой. Ой, прикольненько. Хочу музыку выключить. Она мешает. Хочу посмотреть, как кричит наша Леонорочка. Грустная, несчастная. Кушает, кушает. Богатая белками пища. Там этот самый едет пароходик. Это так мило. Боже мой. Надеюсь, ребеночек будет в нашу Леонорочку. И девочка. Девочка похожая на Леонорочку. Это просто мечта. Давайте. Когда она уже родится? 18 минут. Давай, рожай. Давай, ты сходишь в туалет. Надеюсь, успеешь. Сейчас прям унитаз родит. Извините меня. О, думаю, это ребенки. Боже мой. Кто родится? Ну, говорят, что мальчик, потому что мы изучали его ночью. Потому что... Как бы так. Это то же самое, что если ешь яблоки или арбузики. Но это как-то не очень прикольно. Тупо, что если ты знаешь, что если изучала ночью, то мальчик, а если изучала днем, то девочка. О, поэтому социальный спор дарит вам колыбельку. Спасибо. Ой, Бобик. Посмотри, как наша Леонорочка рожает в туалете. Помогай. Так, Бобика надо пригласить. Так, смотрим. Так, вышла. Вышла показаться Бобику. Она сейчас... Сейчас родит. Сколько еще может? Ну, минут. Давай. Ты что, танцевать, что ли, начала? Ты что? Не. А, нам дарит колыбельку. Мы теперь сейчас заходим в этот самый... Подождите, а где... Где колыбелька? Нет. Поэтому социальная служба дарит вам колыбельку. Болинский, где эта колыбелька? Может, там где-нибудь здесь? А, может быть, на почте. Давайте мы зайдем. Блинский, я что-то не поняла. Я что-то... Может быть, я что-то... Так, будем мучить нашу Леонору. Давай, Бобик, помоги нам родить ребенка. Блин, все, честно. Где эта дурацкая колыбелька? В общем, если она где-то появится у нас... Может, Леонору в багаже? Нет. Ладно. Мы покупаем колыбельку. И мне не жалко 120 миллионов. Честно. Пока желтенькую, потом поменяем цвет. Потому что... Потому что неизвестно, кто родится. Мальчик или девочка. Вот. Если все-таки вы скажете, где эта колыбелька, которую нам подарили, это будет очень хорошо. Но, в принципе, это будет уже не важно. Потратили. Все, давай, иди рожай. Рожай в колыбельку. Уже надоело ждать. Хочу уже назвать ребенка поскорее. Это так эпично выглядит. Они сделали это более натурально, что ли? Потому что всем старе они орали, чтобы поржать нам. Мне кажется, не так натурально, как здесь. Прям... Девочка! Девочка, девочка, девочка! Мечты сбываются, ребят! Девочка! Ёлки-палочки, какая радость! Боже мой! Кто говорил, что мальчик, если ночью зачали? Или я что-то путаю? Ну, не важно. В общем, девочка, девочка! Так, имя, имя... Люси. Я хочу ее назвать Люси Митчелл. И это не потому, что я... Мне нравится фильм Люси, который вышел со Скарль Тлехансом. Просто мне нравится это имя. В общем, она у нас будет Люси. И причем не Люси, а Люси. Люси. Да, именно так. Ударение на Ю. Люси Митчелл. Кстати, можно фамилию, что ли, поменять? Ставлю галочку. Хочу посмотреть поскорее на этого ребенка. О, боже мой, плюсики. Ой, она же в цвет Дэнчика родилась. Вы посмотрите, какое чудо. Она темненькая, как Дэнчик. Наверное, и похожа на Дэнчика. Ой, какое чудо. Ты маленькая, ты наша девочка. Люси. Люси, Люси. Ой, сколько действий-то с ребенком. Поговорить, ласкать, корчить рожицы. Качать, ворковать, баюкать. Поменять пеленки. Хвастаться. Давайте похвастаемся нашим пупсиком. Болтать с Бобом. Давай, похвастайся Бобу, пожалуйста. Ну что, ты зависла? Элеонорочка. Ау. Ау. Ты в шоке? Ты в шоке, что ребенка родила? Так, стопе. Стопе, ребята. Придется вводить код. Отлично. Она отвисла. Пожалуйста, пока наш Бобец не ушел, можешь, пожалуйста... Слушайте, а Боб, что ли, хочет сам взрослеть? Уже можно ребенка вырастить? Нет, так нельзя. Пускай хотя бы три денька полежит. Ах, Боб решил сам понянькаться с пупсом. Или это просто было такое действие, типа, что... Похвастаться? Ой, боже мой, Боб, ты как папаня. Ребенок, кстати, цветом кожи на Боба похож. Давай, Боб, отойди, я хочу сама поговорить с ребенком. Тем более, у нас есть... Самое классное, что у нас есть разные варианты кормления. Это кормить грудью и кормить из бутылочки. Я всегда этого ребенка буду кормить грудью, потому что... Джошуа, ты пришел со школы? Посмотрите, у него мудлет после того, как... Давайте посмотрим, как она грудью кормит. Просто закрыта... Клеточкой. Так. Парочка землеонов кардинално улучшил настроение. Отлично. Давайте мы будем слушать музыку. У нас есть это... Это желание. Точнее, жизненная цель. Блин, мы родили ребенка. Какая нафиг работа? Поговорить? Маленькая, милая девочка. Девочка, девочка. Боже мой, я хочу поскорее посмотреть, какой же она красавица вырастет. Ласкать. Это действие ласкать, да? Что это маленькая? Потом Джошуа пообщается обязательно. Ты сел за компьютер. Ты слушаешь музыку? Да, слушает. Отлично. Похв... А! Понятно, что значит действие охвастаться. Так, извини, мы тебе помешали поспать, зайчик. Корчить рожицы. Мы делаем действие. Качать. Давайте посмотрим на это чудо. Ой, странная фотография. Вот так вот. Ребенка глаза были закрыты. Чудо. Чудо маленькое. Глазки, я не знаю, какого цвета, не понять. Так, ворковать. Я знаю, ты хочешь спать, ничего, пообщайся с ребенком. Так, потом баюкать. Тут же качать будет вот так вот. А-а-а. Такая милая. Поменять пеленки. Конечно, тупо, что они не могут с ребенком ходить по кварти... По дому. И то, что ребенок постоянно лежит в кроватке. И это немножко не... Не прикольно. А, поэтому... Это, конечно, минус. Но дети, они прелестные тут. Они просто милые. Они так улыбаются. Они так смотрят. Они так просто чудо какое-то. Я не могу. Ну, смотрите. Спать. Спать легла маленькая моя. Ему не холодно? И даже одеялком не прикрыть. Что же... Так, слушайте. Я не убрала эту строку. Чтобы вводить коды. Извините меня, конечно. Но надеюсь, она вам не помешала. Ну, что, ребятушки. Давайте я закончу на этом серию. На этом прелестном моменте. У нас маленькая девочка. И я думаю, что мы можем спокойно поменять цвет. Значит, берется вот эта штука. Инструмент проектирования. Нажимается. И выбираем розовый. Вот. Потом... Слава богу, что мы детей можем переносить. Ну, что все быстрее. Если кто-то лежал бы в кроватке, то нельзя было переносить. И вообще, то, что Сима использует, нельзя переносить. А тут, по крайней мере, с ребеночком можно. Это очень хорошо. Теперь она у нас в комнате. Что, ребята, спокойной ночи. Кому спокойной ночи? Мне, кстати, на самом деле, спокойной ночи. Потому что сейчас время полвторого. Вы не представляете, я полвторого записываю. Ну, да. В принципе, я бодро себя чувствую. Он слушает музыку. У него исполняется там? Да, два часа уже послушали. Спокойной ночи. Доброго утра. И тому подобное. До свидания, ребятушки. Встретимся в следующей серии. Я хотела бы, чтобы дедушка пошел наверх. И немножечко пообщался с ребенком. Поласкал, поговорил, покорчил рожицы, покачал. Ничего, ребеночек поспит, еще успеется. Так, никакое... Я не знаю, что это за действие. Давайте спать будем, а не дремать. Потому что странно, почему-то решила именно дремать. Так быстрее будет, наверное, бодрость повышаться. А пока, ребята, целуюсь. Ставьте лайки. И у нас родилась девочка. Прям вот мечты исполняются. Не знаю, ребят. Вот прям игра, как чувствует. Девочка, девочка. О, это просто маленькая. Просто чудо. Я еще хочу послушать, как дети плачут. Они здесь наверняка плачут. Натурально, более натурально, чем в Сим-3. Потому что даже как женщины рожают, кряхтят. Это, конечно, чудо. Это очень классно. Это они молодцы. Но взрослеть она будет тогда, когда придет время. Наверное, оповещение придет нам, что пора уже взрослеть. Мы это сделаем, действие. Такую небольшую вечериночку устроим, возможно. Пока, ребята. Целуюсь. Ставьте лайки и пишите комментарии. Посмотрите, посмотрите. Просто чудо, которое врезалось в руку дедушки. Все, пока.